друзья всем привет на улице конец марта и в беларусь пришло аномальное тепло на улице плюс 22 плюс 25 градусов и конечно же в такую хорошую погоду нас тянет на свою любимую дачку но как обычно это бывает тепло любим не только мы начинают вылазить клещи из каждого утюга из телевизора из радио везде трубят о том что вылазят клещи и уже начинают потиху доедать начинающих дачников поэтому надо задуматься над обработкой участка участок у нас достаточно большой порядка 22 соток и скажу честно последние три года мы каждый каждую весну и каждый июль в общем два раза за летний сезон в начале весны и в середине лета мы обрабатываем свой участок от клещей делаем это не просто так на самом деле раньше когда мы еще начинали строить пристройку я несколько раз поймал клещей и дочь мою тоже напал клещ на нее и даже на гостей один раз было поэтому вещь не шуточная мы постоянно обрабатываем участок от клещей и сегодня я расскажу как кстати пока нас нет на участке огород живет своей жизни вырос лук вырос щавель и все это наверное из прошлогодних семян которые остались торчать в земле вот так приехал нарвал сразу и салат прикольно и весь участок в тюльпанах когда-то моя бабушка посадила грядку тюльпанов и они сами по себе расползлись по всему участку поэтому каждую весну у нас весь участок покрывается тюльпанами красивыми дальше будут большие красные бутоны в общем супер ну а теперь про обработку чтобы нормально обработать участок нам потребуется вот такой вот ранцевый опрыскиватель когда-то я купил себе в интернет-магазине ранцевый опрыскиватель жук 12 литров ручной то есть ходишь качаешь рукоятку внутри образуется давление и он из вот этой вот из этого пистолета штанги распыляет уже непосредственно то что в него залито вещь кстати очень удобная и это один из самых дешевых опрыскивателей в этом году я купил химию под названием клещевит до этом я обрабатывал участок химии под названием медилис ципер но и и к сожалению не было в наличии просто дело привычки суть та же тоже циперметрин бутылочка чтобы все это дело разбавлять и обязательно средства индивидуальной защиты не пренебрегайте этим надо это брать обязательно респиратор и и резиновые перчатки потому что все равно из этого опрыскивателя из пистолета немножко подтекает и по итогу потом вся рука будет в этом яде а это конкретно яд циперметрин если перевернуть бутылочку и отклеить часть наклейки то под ней будет инструкция кому интересно можете сделать стоп-кадр приблизить и почитать если вкратце в ней рассказано о том что это атомная химка то что все это очень вредно для всего что для всего живого что вас окружает и после даже обработки участка лучше суток трое на нем не появляться потому что вымирают все даже мимо проходящие соседи и так готовим химку для этого нам потребуется бутылка с водой 1 литр вот этой бутылочки на 100 миллилитров в инструкции написано что хватает на 10 соток обработки участка соответственно у меня 22 сотки значит мы берем две бутылочки как она готовится мы берем воду и добавляем в нее на 1 литр 100 миллилитров данного средства что интересно ну вода у нас прозрачная само средство вот этот вот клещевит тоже прозрачный но когда мы добавляем его в воду то вода сразу становится ярко белого такого оттенка прям белого-белого как краска и запах даже присутствует как будто это какое-то лакокрасочное изделие в общем выливаем всю эту маленькую баночку в литровую бутылку с водой хорошенечко взбалтываем чтобы она смешалась с водой и в дальнейшем мы будем уже выливать все это дело в наш ранцевый опрыскиватель подготовили эмульсию выливаем ее в ранцевый опрыскиватель напомню он у меня на 12 литров соответственно этот литрик мы заливаем вовнутрь и в дальнейшем все заполняем водой заливаем его полностью водой хорошенечко взбалтываем после этого средства готова к применению и вот этих вот 10 12 литров которые получились внутри мне хватит на 10 соток соответственно чтобы обработать мой участок я буду разбавлять обе бутылки два раза заправлять опрыскиватель и весь участок обрабатывать обязательно все делаем через ситечко чтобы внутри не попал никакой песок иначе сразу поливилизатор опрыскивателя забьется все это дело готовим герметично закрываем и погнали обработка дело нехитрое ходим качаем давление и равномерно все это дело распрыскиваем по участку конечно же в средствах индивидуальной защиты дышать этой дрянью совсем не нужно на обработку всего участка уходит примерно полчаса час не более аккуратненько ходим все это дело распрыскиваем покрывая всю площадь участка и надо иметь ввиду что ни в коем случае нельзя обрабатывать плодовые кусты разные там малины ни в коем случае нельзя этим поливать грядки и так далее то есть чтобы в дальнейшем в пищу этот яд тоже не попал это надо очень иметь ввиду и конечно же после обработки начисто все это дело вымываем все средства индивидуальной защиты и респиратор перчатки и так далее на выброс в данном случае они одноразовые больше не нужно сворачиваемся и убегаем на участке можно появляться через двое трое суток ну вот как то так дорогие друзья кому было полезно ставьте лайк подписывайтесь на канал заглядывать в описании а мы продолжаем наждачный сезон всем пока